Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную встречу. Сон. Треть жизни, у некоторых половина жизни уходит на сон. Есть сны разного типа сны. Есть сны просто ничего не говорящие, есть сны о чем-то говорящие, есть сны, когда человек что-то переживает и потом видит во сне, это же то, что он переживал. Есть сны, так называемые, пророческие. Есть сны, определенные сны, которые настолько влияют на жизнь человека, что у нас принято снимать это, значение этих снов, даже проводить пост. Притом, если пост, например, в какое-то определенное время, праздники, в шаббат не проводится, то если такой сон, значительный, очень, это определенные сны, то можно, не нужно провести пост. Я хочу, чтобы Лея нам почитала в одном из снов, который был и который очень ярко запомнился мне. Из книги «В тени праведника» Иной сон О снах я могу только сказать, что в свое время я перевела книгу Рава Шварца «Сны говорят» На эту тему я бы могла рассказывать бесконечно о снах, и как это происходит, и о чем это говорит, и сны в Танахе, и сны в нашей жизни, и как мы должны это воспринимать. Но вот то, что здесь написано в книге, это как раз очень точно все описано как-то Рав Ицхак. А это было как раз, когда я хотела ему задать вопрос, что делать, если приснился страшный сон. Вдруг заметил, что даже в субботу, когда не постятся, можно держать пост из-за определенных снов. Он раскрыл Шульхана Рух и стал с нами разбирать такие случаи, когда постятся даже в субботу из-за определенных снов. Сон. Они преследуют меня бесконечно. Я не знаю за что, что такого я совершил, но они идут по моим следам. Двое, неотступно, у них в руках какой-то аппарат типа электрошока. Я знаю, что если его включат и прикоснутся к моему телу, то наступит смерть. Вероятнее всего, внезапная смерть от разряда тока высокого напряжения, а может быть, медленная и мучительная смерть. Они преследуют меня повсюду, куда бы я ни бежал, появляются вдруг, внезапно, как предстоящие расплаты. Это как в прошлом КГБ. Но, вероятно, они были от секретной американской службы. Из-за каких-то преступлений я не могу спросить, ибо они не дадут возможности спросить. Их цель – любой ценой убить меня. Я бегу по улицам, по закоулкам, через проходные подъезды, перемахиваю через какие-то заборы. Я знаю, что в конце они все же настигнут меня, как сама неумолимая смерть. Страшные сны снились мне нередко. Я ни с чем их не связывал, радуясь, что сон уже прошел. Став религиозным, после неприятного сна я смотрел в окно и произносил заветную формулу. Иногда мне удавалось забыть сон. Изредка он преследовал меня весь день, не давая покоя. Обычно во сне я всегда боролся, дрался, сражался из последних сил до конца, до самого пробуждения и никогда не сдавался без боя. На этот раз те двое, что неотступно преследовали меня с явной целью убийства, были как призрачные тени. Они вновь и вновь внезапно появлялись возле меня, как бы вырастая из-под земли. Они неутомимы, вероятно, профессионалы-убийцы или хорошо оплаченные наемники. Их преследование напоминало двух матерых бульдогов, решивших силой, выдержкой и напором настичь убегающего кролика. Они не будут вступать ни в какие переговоры и никакие объяснения их не интересуют. Перед ними одна цель – убить жертву. У одного из преследователей в руках темный чемоданчик, вероятно, с батареями. У другого два электрода, напоминающие аппарат электрошок. Ими нужно только прикоснуться к жертве. У меня нет сил, да и все пути к бедству уже испробованы. Они неотступны, как тень, и только ждут того мгновения, когда окажутся рядом. Я бегу, задыхаюсь, уже начал спотыкаться. Бегу бесконечно, уходя от погони, от смерти. На их лицах и в позах, преследующих фигур, незаметно ни тени усталости. Вот я с трудом перебрался через высокий каменный забор и свалился на другую сторону. Они появились откуда-то со стороны, приближаются неспешно, уверенно, в развалочку. Мне некуда бежать. Сзади высокий непреодолимый для меня забор. И вдруг я заметил какое-то сооружение, напоминающее будку уличного телефона-автомата, пустую внутри. Я заскакиваю в будку, захлопываю за собой дверь, стараясь плотно запереться на внутренний запор. В будке тесно, но я стараюсь держаться ближе к середине, чтобы меня труднее было достать. Они подошли к будке и готовили электрошок. Они неумолимы и неотвратимы. Неужели сумеют сломать стеклопластик? Ведь металлическую дверь не сломать. Может быть, ток может пробить через стенку? Я слежу, чтобы они не взяли в руки что-нибудь тяжелое для удара по стеклу. Но им это и не нужно. Неуловимое движение ручкой и внутренний запор стал двигаться сам собой. Я изо всех сил вцепился обоими руками в него, но он неуклонно продолжал поворачиваться. И вот уже один из преследователей плавно и грациозно протизнулся в приоткрытую дверь. И как только могло вместиться такое массивное тело? Он смотрит прямо в глаза. Страшная улыбка, как окончательный смертный приговор обнажает ровный оскал зубов. Он уверенно приближает руки с электродами ко мне. Это конец. Когда-то я бы продолжал сопротивляться, кричать, призывать на помощь. Смерть приближается. Осталось одно мгновение. Моя правая рука прикрывает глаза, и я горячим шепотом произношу. Шмай сраэль! Ашем элукейну! Ашем эхад! Мне уже ничего не страшно. Я безумно рад, что вспомнил, как должен умирать еврей. И внезапно пробуждаюсь с огромной радостью и облегчением на сердце. Все-таки я уже еврей. Ведь это происходило во сне, когда человек не контролирует умом свои поступки, мысли и слова. Все идет на подсознательном уровне. Благословен Всевышний, давший возможность дойти до такого уровня восприятия. Его, лишь его, даже в последний момент перед смертью. И это сделал неправедник из пеленок, учивший Тору, соблюдающий заповеди, видевший пример в семье. А человек в третьем поколении оторванный от всего еврейского, только после сорока лет начавший возвращаться к истокам. Я долго не решался рассказывать об этом сне. Когда я все-таки поделился с учителем, он сказал, что сны отражают нашу реальную жизнь. Если такое пришло во сне, может быть, уже есть серьезные изменения и в реальности. Спасибо большое. Спасибо, Лея. В принципе, я включил этот рассказ, потому что такая реакция была Рава Зильбера. Рава Зильбера. Кадыш по отцу. Еще я рассказывал, я не помню уже сейчас, рассказывал полностью или так намекал, что у меня был дядя, с которым не было никакой связи, который был женат на нееврейке, оставил семью и ушел. Мне сообщили о его смерти в Ленинграде. Я был тогда уже в Израиле. Я стал спрашивать, вернее, обращаться к людям, которые говорят платно, Кадыш, все-таки был юбилей, нужно говорить Кадыш, год. Оказалось, что один уже ушел из этого мира, чтец, второй больной, третий такую сумму предложил, что я не мог бы устоять. И пришлось мне целый год говорить Кадыш три раза в день. Если я за что-то берусь, то это уже делаю основательно и точно стараюсь. Приходит Йорксайд, и у меня волосы дыбом стали. Это оказался день, тот же день или разница с днем смерти моего отца. Каждый раз, когда я говорил Кадыш по дяде Леве, я думал и переживал, что почему я не мог сказать Кадыш, почему я не знал, не умел, ничего не понимал, когда ушел отец, которому было 49 лет. Каждый день я это думал, это воспринимал. Вся жизнь дяди Левы была для того, чтобы я мог сказать целый год, представляя, что я говорил об отце Кадыш по отцу. После этого отец, так он приходил раз в неделю, в две недели постоянно, годы. Он перестал, он стал реже приходить, потом перестал приходить, потом уже пришел в совсем другом обличии. Я думаю, что об этом мы еще потом будем говорить. Я очень советую всем не только серьезно относиться к реакторам сна, но и записывать их, потому что память наша слабая, она не держит. Если у кого-то есть что-то сказать, рассказать о том, что было, что прочувствовали, пожалуйста, есть несколько минут, и тогда мы начнем нашу работу совместную. Молчание. Молчание. Значит, Или было интересно, трогательно, или уже успели заснуть. Начнем работать. Да, очень трогательно. Понимаем нужную позицию, сидя, или лежа, или стоя. Сидя, лежа, желательно, чтобы нога не касалась ноги. Рука не касалась руки. И прикрываем глаза. Так как мы с вами уже не в первый раз встречаемся, то у каждого работает программа на самоисцеление. Эта программа работает круглые сутки. Утром, днем, вечером, ночью. Эта программа очень индивидуальна. Это не у всех одно и то же. У каждого свое. Поэтому сегодня мы будем больше опираться на эту программу самоисцеления, которая работает в вас. Дать возможности нашему организму, нашему телу делать то, что нужно делать, не мешая ему ни очень сильным желанием помочь саму себе. Непостоянными мыслями концентрация на больном месте, органе. можно про себя произнести пару фраз. После этого упражнения я спокойнее. Всегда, везде, в любой ситуации. Представьте тебе ситуацию, когда были неспокойные. и в той ситуации спокойнее. Неприятные ощущения физические, чувственные, душевные удаляются, растворяются, проходят. внутренние силы активнее. И все. Можно мысленным взором пройти свое тело, ноги, руки, голову, позвоночный столб, шейный отдел, спиной, поясницу, таз со всеми органами до копчика. Начинаем обычно с ноги. Расслабляем мышцы. Они дают накривностные сосуды. И те раскрыты. И приливают кровь жидкость свежая, тяжелая и теплая. Процесс самоисцеления работает самостоятельно. И не надо ему мешать. Не надо просить, требовать чего-то определенного. Потому что мы не знаем, что важнее сегодня для тела. дайте телу, дайте организму вашему работать избирательно, выбирая то, что нужно лечить, исправлять. это может быть то, что известно тебе, то, что знает твой врач, или то, что показывает анализы. А может быть и то, чего пока никакой анализы не показывает. Организм знает, выбирает. Поэтому иногда есть ощущения неопределенные, в некоторых местах непонятных нам. Переводить это как лечебный процесс, а не как неприятные ощущения. процесс самоисцеления работает избирательно, в разных направлениях. Например, человек с осадной памятью, память улучшается. Человек, который постоянно тревожен, встревожен воспоминаниями, памятью, которая не усыхается. становится спокойнее, уходят. Человек, у которого повышенное давление кровеносное, артериальное, давление снижается. Независимо от него. Независимо от диет, от лекарств. Даже у тех, у кого снижалось при помощи лекарств. Низкое давление артериальное, гипотония, повышается. сахар в крови, уровень его снижается. Более неприятные очищения проходят, идет обезболивание. истощенный человек. Истощенный человек набирает вес. Человек с повышенным весом снижается вес. Притом, независимо от его, он не делает никаких диет, никаких действий, никаких лекарств, и тем более, не идет на операции. Мне пришлось лечить очень много последствий после операции. Ушивание желудка, шивание челюстей, резекции желудка. В общем, выходят инвалиды потом. И ничего этого мы не делаем. Вес снижается. Притом, не думая об этом, ничего определенного. Мы должны знать, что нету определенных границ, определенных цифр, газовых. Но организм знает. В этом году у меня был пациент, который был, весил 120 килограмм. Кто бы он весил, это уже десятки лет. Пробовал разные там рекомендации, диеты, ничего не помогало. Он пришел ко мне совсем с другими проблемами. Не было разговора веси. Я не говорил о его весе. О его. И он стал худеть. Сегодня он где-то в пределах до 120, 78-76 килограмм. Притом чувствовал себя отлично. Вопреки тому, как переживает его мать, когда-то он был худой, маленький. Его мать его кармливала. Раскармила хорошо. И мать была в тревоге. Связывала со мной, что вы делаете, что делаете с сыном. А я ничего не делал. Я ничего не делал. У него другая жизнь. Он может завязывать шнурки на ботинке. Он может наклоняться. Он должен привлекать к новой своей форме интересной. Я считаю, до трех. Под звук и музыки продолжаете счет до 66-66. Погружаясь глубже и глубже. Каждый индивидуально получает нужная в данный момент для него помощь, лечение один. Процесс самоисцеления работает самостоятельно. Самоисцеление. Сутки круглые. Чтобы сделать его более точным, конкретным, эффективным. Есть четыре обязанности, о которых я говорил, о которых написано в моей книге Мед Мендельсона на гипнозе фрозе. Это упражнение на расслабление, которое является мотором самоисцеления. Это питье, жидкость. В основном вода. Холодная комната, горячая. Это живые свежие овощи в виде салата. Количество не важно, можно символически. Чтобы было только разнообразие овощей, которые можно есть в живом, сыром виде. Три раза в день и любовь. Благодарны Всевышним за то, что есть, за то, что было, за то, что есть, за то, что будет. Но самое главное, то, что есть. Ты можешь ходить, спасибо. Видишь, спасибо. Слышишь, спасибо. Можешь говорить, можешь глотать, спасибо. За каждый глоток кислорода, спасибо. Благодарность Всевышнему, любовь к Всевышнему, любовь к родителям, если они живы до 120. А если уже не в этой жизни, любовь-то не кончается. Когда я писал книгу об отце, который ушел в 49 лет, мне было 27 лет. Книгу я писал уже за 70. Это все шло и любовь не только воспоминалась, а остановилась сильнее и сильнее. можно исправить то, что было когда-то нарушено, испорчено во время детства, юности, когда мы так неблагодарны, не понимая родителей. После того, когда мы сами становимся родителями, дедушками, бабушками, мы начинаем понимать их, родных, которые нас родили, вырастили, выкормили. Любовь к своей половинке, у кого нет, к будущей половинке, нельзя человеку быть одному, нельзя быть одному человеку. Он только половина, и никогда не поздно найти свою половину, никогда не поздно. Этому примеру есть десятки, может быть, и сотни в моей практике. Любовь своим детям это наше заказное будущее на вечность. Мы знаем, что душа вечная, но и тело наше вечное, если сын рождает сына, а тот своего и так далее, все мы продолжение чьей-то жизни. Все мы часть вечности, того тела, которое было когда-то. Два, каждая маленькая вещь, пение, прогулка, легкие физические упражнения, которые сам себе придумываешь, гимнастика, сидя, лежа, стоя. Воспоминания, записывания, записываем сны, кто прозой, кто стихами, кто музыкой, это вращение к ядам. Я автоматически привожу к тому, что ваши органы, нос, губы, рот, язык, кончик языка, середина языка, корень языка, отвергая то, что я называю ядом. В книге моей написано, что имею ввиду под словом яды. Продолжайте счет, погружаясь глубже и глубже. Меньше слов, меньше желания, чтобы колени прошли боли и чтобы головой стало в порядке. Отвлекайтесь, думайте о чем-то хорошем, приятном и просто погрузитесь в лечебный дремонт. Давай организму, давай возможность процессу самоисцеления работать свободно, точно, конкретно. Ничто не мешает, не волнует и тревожит. нам хорошо и приятно. Приятно и хорошо. Так хорошо не было давным-давно, может быть, в далеком детстве или в юности. Хорошо по-настоящему хорошо. мы можем видеть и сейчас лечебные сны, видения, фантазии в цвете, в звуках, в запахах, вкусовых ощущений, четко ясно как наяву. отец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка проникает в организм, делает баланс, равновесие, гармонию. Музыка музыки, музыка слов, музыка тембра, музыка внутреннего исцеления. У каждого регуляция идет в нужном для его направлении, без наших мыслей, без наших задумок, без нашего страстного желания. И никогда не надо бояться этого процесса. Организм, он точен, он никогда не сделает себе вреда. Он становится на той точке, на тех цифрах, которые самые оптимальные для него, для тебя. Руки легкие, свободные, музыкальные. Руки могут делать все, что угодно. При условии, что рука не касается руки, и рука не касается лица. Ты, который огрызал, грызла ногти, иногда да, да, мясо. Вдруг прекращаешь. Не знаю почему. Потому что это отвратительно тебе и противно. И поэтому никакой потребности и желания нет. Ты, который пристратился к алкогольным напиткам, перебарщивал и думал, что ты привязан навсегда. Это не так. Это не так. Как пришла привычка, так и может уйти. То же самое с Куревым. Не надо запугивать. Не нужна статистика. Сколько больных, сколько раковых больных. В результате Курева. Нам этого не нужно. Просто становится противно. Противно. Даже отвратительно. Запах Курева. Дым. Копоть. Копоть, которая оседает в корнях легких. Навсегда. Если кто-то когда-то видел вскрытие. То есть легкие у курца и не у курца. Легкие у того, кто курил, часто и много и долгие годы. Цвет легких. Корни меняются. И видим темные полосы. Корней легких. Расслабляем горло, шею, затылки. Голова тяжелее. В то же время становится подвижной и легкой музыкальной. Есть ощущение, что голова не держится ровно на плечах. Чуть-чуть отброшена. И голова на твоей шее. Эластичной, гибкой шеи. Лебяжей. Фламенго. Начинают легкие движения. Кто-то как бы кивая, говорят. Да. Да. Головой кивает слон. Он слонихе шлет поклон. Или нет. Нет. Из стороны в сторону. Или, может быть, легкие, плавные, вращательные движения. Легкие, легкие. В одну сторону. В другую. Погружаясь глубже и глубже. И не нужны слова. Посторонние звуки рассеялись. Удалились. Не мешают. Как будто я вложил в ваши уши пробки-фильтры, которые проводят только музыку. И мой голос. Тихий голос. Спокойный голос. Успокаивающий. Голос, да ищу венешем на правильном пути. И голос, подчас исцеляющий от таких проблем, которые в обычной, конвенциональном медицине сегодня считаются неисцелимыми. Никогда не принимайте это навсегда, навечно, на всю жизнь. Никто этого не знает. В моей практике, у меня практика, 60 лет в медицине, очень часто бывали такие случаи, что никто ничего не знает. Чудеса происходят с нами постоянно, бесконечно. Иногда мы плывем в море здоровья. Плывем легко, плавно, штиль. Когда мы парим в воздухе и летаем, говорят, что когда во сне человек летает, он растет. Бывают и по 70 лет сны с полетами. Хочется дать свободу действия вашему процессу самоисцеления. Давайте не будем мешать ему. Тот ощущает приятную усталость. Участки тяжести, тепла. Кто-то считает приятной дрожью, мурашки. Как иголочки. А кто-то ничего не ощущает. И в основном никто ничего не должен ощутить. Мы не все ощущаем, не все процессы, которые идут в нашем организме. Есть люди, которых почему-то называются гипохондик. Считают, что человек выискивает, придумывает симптомы. Не понимая того, что это человек с особой чувствительностью. Сердце наше работает, оно бьется, оно движется. Слава Богу, мы этого не слышим. А с повышенной численности чувствует, как сердце бьется. И он это приводит, как проблема, болезнь. А это нет. Он просто чувствует то, что другие не чувствуют. И все. Кто-то ощущает работа желудочно-кишечного тракта. Кто-то ощущает кровотечение. Вернее, не кровотечение, а движение крови в сосудах. Потому что и там тоже есть рецепторы. Но мы этого не ощущаем, слава Богу. А тот, кто ощущает никакие лекарства, он должен понять, что он ощущает то, что действительно он ощущает. Но это не опасно. Это не имеет никакого отношения к болезни. Просто ощущает то, что другие не ощущают. Так же, как некоторые, слышат такие звуки, такие диапазоны звуковые, которые другой не ощущают. Это не значит, что это проблема, патология. Один ощущает. У второго есть фантазия. Фантазирует, представляет. А в основном люди ничего не чувствуют, ничего не понимают. Мы не чувствуем, как растут волосы. Они растут. Все. Мы с вами сделали сегодня то, что и намечали делать. Автоматически, автономно, без всякого грубого вмешательства. Без концентрации. Ненужные. Руки легкие. Легкие, легкие, легкие. Как будто к ним привязаны большущие баллоны, наполненные легким газом, которые начинают тянуть руки вверх. Магниты с небес тянут руки вверх. Медленно, постепенно, неуклонно. Три хлопка. На третий хлопок все строят антенны. Закрепить. Процесс идет. Иногда против нашего настроя, нашего желания, как бы. Потому что мы не знаем, что правильно, что четко. Через руки антенны, через антенны мы гоним в небеса страхи, напряжения, сомнения, турные мысли, вредные. Привычки, предвзятые мнения, вирусы, микробы, воспаления, грибки, аллергии. Все отрицательное, все патогенное, патологическое. Все, все отбросы. Легкость, приятная пустота, чистота. И те же антенны принимают с небес бодрость, силу, желание творить, приближаться к Всевышнему. Здоровье и успех. Здоровье и успех. Не пугайтесь, когда тело ваше успешно работает, вопреки вашим предвзятым мнениям. Оно умница. Оно никогда не перебарщивает. А теперь, как обычно, обратный счет. Семьи до одного. На счете один. Все открывают глаза. Все. Все включают микрофоны на счете один, не забывая автоматическую. И аплодисменты. Я множество раз объяснял, для чего аплодисменты. Старайтесь, чтобы у нас было в группе чем больше, тем лучше. Потому что есть индивидуальное воздействие каждого на всех остальных. И гляньте, что мы не знаем друг друга. Не видим и не чувствуем, как бы. А влияние есть. Это факт. Семь, жажда. Упражнения. И делать их не надо, они сами делаются. Вода, холодная, комнатная, горячая. 20-25 стаканов. Чем больше пьем, тем лучше держит мочевой пузырь в нашем лечении. Ходим реже, не ночью. Живые, свежие овощи, количество, неважно, можно символически три раза в день. Минералы, витамины, энзимы, любовь. Ты больше и больше уважаешь себя, ценишь себя, доволен, довольна собой. Любить себя. Любить себя – это обязанность. Это шаг к тому, чтобы уметь любить, давать любовь. И не стесняйтесь красивых слов, добрых слов. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Это богатство. Это радость, когда ты можешь это произнести. Я люблю тебя. Неважно кому. Тому, кому положено. Я тебя люблю. Хорошее настроение. Шесть. Макушка, скальп, как шапка. А лицо, как маска. Легкая, прохладная, приятная. Бриз. Средиземноморский бриз завивает наше лицо. Нам хорошо и приятно. Это состояние держится после нашей встречи. И до следующей встречи. А когда она личная, общая, не имеет значения. Никто ничто нарушить не может. Очень хорошее настроение. Пять. Без лекарств. Более того, наш способ усиливать действие конкретное лекарство, снимая побочные действия лекарства. Без уколов, без облучений, без химии, без операций. Сколько случаев было в нашем лечении, когда человек уже запланированной операцией была, проверяет и видит, что нет никакой нужды в операции. Сильное желание продолжить процесс самоисцеления. 4-4 обычные упражнения. Не более пяти минут сидя в любых условиях. И искать условия определенные. Где ты находишься? Длительных три. Не более десяти минут. Все упражнения делаем сидя. Все. Кроме двух. Перед сном лежа и по утрам по пробуждению. Перед сном делаем упражненное ослабление. Засыпаем моментально. От кого были проблемы со сном или бессонницей? Все это ушло в прошлое. Даже забылось. Все наладилось. Прекрасные лечебные сны. Ни на животе, ни на спине. Левый бок меняй направо, право налево. Не скрючившись, не перекрывая голову, не скрипим зубами. Не храпим, не кричим ночами. Сны. Целебные. Ясные. Хорошие сны. Лечебные. По утрам, после последнего упражнения, расслабление, которое делаем по будильничку. Стоим полной силой энергии. Помолодевшие. Окрепшие. Красивые. Красота – это внутреннее состояние. Красивые. Здоровые преуспевающие. Ты вспомнил что-то приятное, что-то хорошее, что-то радостное, чуть-чуть веселое, веселоватое, что-то пульмское, может быть. И пошла улыбочка. Расплылась. Ты серьезный. Серьезный. А улыбка сама по себе идет от уха до уха. От уха до уха. Не до брюха. От уха до уха. Улыбаемся. Прослепаемся с улыбкой, аплодируем с улыбкой, живем с улыбкой. Продвигаемся, поднимаемся выше, выше. Исправляем то, что было раньше испорчено. Вкус жизни. Радость жизни. Ай, как хорошо. Как приятно, как сладко, сладостно. Два сила, бодрость, энергия и один. Открываем глаза. Включаем микрофоны. Все включают микрофоны и аплодисменты. Хочу слышать. Аплодисменты. Включаем микрофоны и аплодисменты. Все. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Продолжение следует...